Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про політичну ситуацію у Дніпрі та області. З нами політичний експерт Андрій Клячин. Андрій Клячин – політичний експерт. Освіта – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук. Протягом багатьох років є консультантом відомих політиків. Одружений – хобі, кіно, спортзал. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, останніми днями, навіть останні тижні, достатньо багато говорять про таке масове звільнення губернаторів, грів обласних державних адміністрацій. Це пов'язане виключно з низьким процентом, який набрала «Слуга народа» про президентську партію в Україні, чи з чимось іншим? У нас, как всегда, есть два момента. Первый – формальний, неудовлетворительний результат работы, экономический, соціальний і т.д. Це завжди офіціальна причина. Але, навіть, к сожалению, ми привыкли до того, що, дійсно, після виборів роботи роботи, причем, де-то це віч абсолютно законна, да, меніться президент, меніться структура исполнительного власні на містах. А в таких случаях, як містные, вибори, действительно, все понимають, скажімо так, между строк написано, що тот, хто не дал необхідного, обіщанного результата партії власні, тот під пристальним вниманням знаходиться. Т.е. недостатки економічного, соціального порядка, вони в какой-то момент, скажімо так, могли не стать причиной для увольнення, чоловіку могли дать, каким-то образом доработати, исправити і т.д. Т.е. це не первостепенная причина. Тому, якщо коротко говорити, то, да, це спеціфика нашого політикума, що якщо глава області не обеспечився результат партії власні, то йдуть оргвыводи, хоча по закону він на самом деле должен этот процес выборов обеспечувати, але ні в коїм віде не влиять на його результаты. Тому об цьому, скажімо так, говорять офіціальні источники, об цьому говорити не будуть, але все понимають, общество понимає, що це действительно так. Люди не справились з тими задачами, з тими надеждами, які на них возлагали. З надеждами, а не з задачами, тому що я більше чим уверен, що по реальній ситуації все сложилось для політичних партий так, як давала соціологія, так, як показувала реальна ситуація, але, наверняка, возможно, в офісі президента, людей, які определяють політику партії «Слуга народу», були надежди на щось значительно більше. Тому це оргвиводи іменно по направлению виборів. Так, ну, от ви сказали таку фразу, що, в принципі, це продовжена така традиція, таке було, я так розумію, при попередній владі і при тій владі, що була до цього. Чи означає це фактично, що ніякої з психологічної точки зору зміни влади як такої, принципів, підхідів, не відбулося? Адже ми пам'ятаємо, чим у 2019 році йшов президент Зеленський, повне оновлення, повне очищення, абсолютно інша психологія, абсолютно інша реальність. Ви знаєте, є такий термін, який ще от Гобз і Левіафан, це чудовище, яке символизує державство, апарат, який действує по своїм определенним законам. Тому, к сожалению, Левіафан потихонечку конкретних личностей, с їх жиланнями, даже имеючих высокі пости, он подчиняє їх своїй логіки. То есть, якщо Левіафан действує именно так, государство хоче розширять свої полномочия, контролювати ситуацію і все робить для цього, то це системна функція, то есть, коли її достаточно трудно исправити. То есть, якщо у президентської партиї, у партиї любого президента, партиї власні, не буде большинства хороших результатів в парламенті, в містних органах власні, то це президент, це політична сила, вона так чи інакше обречена на те, щоб уходити на задний план. То є, либо ти действуєш як Левіафан, либо ти лишаєшся власні. Поэтому, любой, самий даже хороший президент с хорошими намереннями партия, с хорошими намереннями, так чи інакше, буде вынуждена подчиняться закону сохранення власні. То є, нам потрібно власні сохранити для того, щоб щось робити. Якщо ми її потеряємо, то никак. Соответственно, сохранять її при падінні популярності можна любими способами. Поэтому, в цьому смыслі, нічого не змінилося. Любой чоловік, знаходящийся у власні, буде понимати, що мені її потрібно сначала сохранити, а потім програти свою політику. І зрахують її, к сожалению, любими способами. В цьому смыслі, да, дістовітельно, ми психологічні, і наші власть-имущі, не стали жертва цього Левіафана. Тобто, вони боролись-боролись, а в якийсь момент вони його, як би, возглавили. Це факт. Так, Андрій, стосовно звільнення конкретного губернатора, конкретної голови обласної державної адміністрації, Олександра Бондаренка, губернатора Дніпро-Петровської області. Ну, фактично, цей процес відбувається саме в ці хвилини, в які ми з вами говоримо. Але про це можна вже говорити, як про доконний факт. Фактично, уряд згорбив відповідне представлення нового губернатора, точніше, на уряді було воно згорблено. От чому так? Як же ви сказали, що в певною мірою низькі показники стали причиною звільнення інших губернаторів. Але, якщо ми візьмемо обласну раду, Дніпро-Петровську обласну раду, то «Слуга народу» зайняла перше місце на виборів. Хоча це не більшість, але це чверть депутатів. Чому Бондаренко позбувся фактично? Позбувся, ну, ми ще укази президента не бачили, але, я думаю, найближчі години, найближчі дні побачимо. А чому так? Ну, поскольку була піднята планка в прошлому року настільки високо, що я не думаю, що на закритих совіщаннях партиї, скажемо так, і всіх, хто має в отношіх «Слуги народу», обсуждали цифри ниже, да? Тобто, ну, можливо, немножечко ниже. Ну, то есть, вариант 30 чоловік – це на самом деле четверть, 25% от состава. Естественно, якщо це десь було б бути не МОНа більшінство, то, по крайній мере, така фракція, яка б позволяла к себе ще какую-то одну присоединить і сформувати більшінство. Либо сформувати таку ситуацію, щоб було багато понятних союзників, то есть, коли є «Слуга народу» і понятні, ідеологічні, і інші, і інші, і інші. Цього не відбувалося. Ось ця менеджерська, управлення, скажімо так, задача решена не було. Плюс, помимо облсовета, присутствують городські советы крупних городів, де, мягко говоря, проблеми. Т.е. більшінство то, к чому наверняка стремилась партия власи, либо правящая коалиція в горсоветах, либо, как минимум, ну, то есть правящая коалиція, і, якщо не в большинстве, то, как минимум, свій спикер, свій секретарь городських советів. Везде з цим больша-більша проблема. І саме головне, що, знаєте, вибори мэров все рівно ярче, ніж мэров, глав ОТГ в данному злучі, ярче, ніж вибори в містній советі. Т.е. це, якби, знаєте, лиця, заявка, це як названня фільма, да, його всігда видно. І ось ці проблеми ще більше. Т.е. коли представітелі «Слуги народу» не получили то, чого, не стали мэрами. Т.е. це все в комплексе. Вот эти вот 30 голосів в облсовете, вони намного менше весят, чем 30 голосів в облсовете з непонятним перспективою, буде ли большинство з участием «Слуги народу». І мэры ситуации в городах, це сформували общу вот эту вот ситуацию, ну, признання неудовлетворительными работами по продвижению партии конкретного там губернатора. Хоча, еще раз повторяю, в принципе, он не должен заниматься, он не должен за это отвечать. Он должен отвечать за то, чтобы выборы прошли нормально. Выборы прошли нормально. Т.е. суттєвых таких порушений, які вплинули на процес... Т.е. процес реализовался, да. Так, Андрій, ну, власне, можемо знову ж таки, як продоконаний фактично факт, вибачаю за тавтологію, говорити про те, що Валентина Резінченко є новим губернатором, він очолював наш регіон у 2015-2019 роках. Чому, з вашої точки зору, вибір пав саме на нього? Він є, нагадаю, нашим глядачам, окрім цього, поки не підписаний указ президентом, депутатом обласної ради, партия пропозиція. Такий момент, коли ви сказали, що це практично доказаний факт, я за останній год-полтора були такі речі абсолютно непредсказуємі, тому будемо про це говорити, як про 90... пока не буде документа, пока не буде указа президента, 99%. Ну, я так понимаю, що Резінченко зарекомендував себе руководителем, которого можна считати компроміссною фигурою і менеджером, тобто це чоловік, який, який, на самом деле, якщо ми вспомним, він не особо займався яким-то видимими, не вступав в видимі конфлікты, не облялся особо медійною персою, це мягко кажучи. Соответственно, ми маємо таку фигуру, з якима можна контактирувати, той, який може контактирувати з любими политическими силами, фінансовими групами, має опит, не має особых политических пока-що амбиций, не демонстрировав, ну, соответственно, це така фигура, яку можна поставити на переходному етапі, коли некого більше. На сьогоднішній день цей губернатор не оправдав, я так понимаю, доверие. Остальні потенціальні кандидати либо сами представляють какую-то политическую силу, то есть вони амбицій мають, с ними трудній, скажімо так, вони, можливо, будуть конфліктні с другими партиями, недоговороспособні, от кого-то зависимо, я имею в виду, от крупних финансовых, политических сил. То есть, это, возможно, такая вот оптимальная, компромиссная фигура, главное, молодая, да, то есть, мы наблюдаем, что, скажімо так, пошла такая тенденция назначать людей не просто опытных, а гиперопытных, да, последнее назначение Укроборонпром того же Горбулина, то есть назначают людей, Фокин, Кравчук, хорошо. Обласна державна ОДСК-администрация, Гринвецкая, сейчас, да, вот это такая фигура, плюс, я не исключаю определенную конъюнктуру политическую, да, то есть, когда партия пропозиции, ее голоса могут быть, могут играть серьезную, скажімо так, серьезную роль в том, какое будет большинство, то есть, они могут стать партнером, ну, например, той же партии Слуги народа, да, соответственно, в данном случае это может быть, можно это рассматривать как одним из вариантов будущих торгов, то есть, на сегодняшний день представитель партии пропозиция получил главный пост в исполнительной власти в области, значит, можно говорить о том, что о моральном долге, назовем ее так, партии пропозиция, в будущем формировании коалиции в облсовете, то есть, в данном случае, ну, не исключено, возможно, коль именно администратор, коль именно президент, коль от Слуги народа идет такой посыл, что пропозиция может быть дружественной относиться к Слуги народа, скажем так, на сегодняшний день, напомню, 30 голосов у Слуги народа и 17 у пропозиции, то есть, для большинства нужно 61 голос, то есть, в данной ситуации мы имеем 47, да, то есть, где-то еще минимум 14, а на самом деле мы понимаем, что хрупких коалиций нельзя на один голос, ну, то есть, это очень непредсказуемая вещь, поэтому, либо находить такого достаточно крупного партнера в лице, допустим, украинской перспективы, 16 голосов, либо пытаться находить несколько, поменьше партнеров в лице ЕС, громадской силы, ЕС, Батькевщина, то есть, вот такой возможен вариант, я из данных раскладов пока что выношу оппозиционную платформу за життя, по той простой причине, что, ну, скажем так, она максимально, ну, не самый лучший вариант для Слуги народа, а Слуга народа для нее, соответственно, в данном случае, Слуга народа, я думаю, будет, если уже пытаться формировать коалицию под себя, то оппозиционного блоку за життя ждут достаточно трудные времена, то есть, я, наверное, они это понимают, что им сейчас надо вот в этих всех раскладах что-то предпринимать, потому что, возможно, идет тенденция к формированию коалиции без них. Так, ну и еще, продовживши тему стосовно губернатора, имоверного, пока мы бачили указу, так, дозованного, Різниченко, но тем не менее, вот, если уявим такую ситуацию, что это произошло, вот, мы помнимо заяву, в том числе, и Бориса Филатова, межского головы Дніпра, что выборы показали, что центральная влада, президент Украины, мает домовляться с местными лидерами, и, власне, он, даже говорится про кадры, что мает быть призначенной губернатором та особа, яка может домовляться с местом, тобто, не место с областью, а область с местом повинна домовляться, центральная влада с местом мает домовляться, что означает это призначение, имоверное, то, что, фактически, центральная влада вывесила билые прапори перед межской владой Дніпра. Ну, вы знаете, если бы не было ситуации, вот, в облсовете, в том же, где нужно искать контакты с разными партиями, то, может быть, не было бы никакого флага. В данном случае Борис Вилатов предвосхитил эту ситуацию, то он, как бы, задекларировал. если бы партия пропозиции, например, в облсовете не получила, ну, допустим, там не попала, то можно было бы, речь об этом бы не шла. Соответственно, здесь в данном случае, ну, нельзя говорить о том, что городская власть прям вот повоевала с президентом, и президент сдался. Общая ситуация такова, просто Борис Вилатов ее, как бы, предвосхитил, ну, записал, понимая, какой будет результат, он себя заранее записал в автора этого результата. с точки зрения пиара, молодец, безусловно. То есть, заранее понимая, что, скорее всего, так и будет, поставить заранее, за месяц, за два условия. Должно так быть. То есть, это, с одной стороны, нормальный просчет, с другой стороны, нормальный пиар-ход. Поэтому, опять же, резюмируя, пиар-ход нормальный, говорить, что там городская, что днепровская городская власть прям является в уровень, да, в уровень дискуссии с президентом, ну, вряд ли это неправильно, ни с точки зрения общественной, ни с точки зрения закона, ни с точки зрения вообще формирования власти. Поэтому, скорее, это правильное политическое понимание, предчувствование ситуации вновь избранным мэром Днепра. Так, а вот, взагалі, чим може вилетись для країни и для діючої влади такая ситуация, про яку мы говорили, это перемога месевых проектов. Это Дніпро пропозиция, Кропивницький, колишний, Кировоград, пропозиция. Вы знаете, много партий, на самом деле, пропозиция, это, по-моему, единственная партия, которая можно уже записать в общеукраинськ, она, по-моему, по Украине один в чем-то процент набрала, это хорошо. Есть, когда мы говорим по местным партиям, это вам и Запорожье. Это на самом деле тенденция. На вид тоже Кам'янская партия мэра Кам'янского. Тут не пересчитать, есть именные блоки, которые там хорошо зашли в Мариуполе, хорошо зашли в Краматорске Донецк, хорошо зашли, да, зашла, по-моему, в Львовскую Варту зашли две, допустим, тот же я специально для интереса смотрел, не одна, а две венгерские партии в Берегово и так далее. Это тенденция общая. На самом деле, много из этих партий уже были в Горсоветах, то есть мы просто, тенденция не была настолько яркой, мы просто этого не замечали, мы с вами вряд ли интересовались, а что там за ситуация там в Хмельницком или там в Сумах в Горсовете, ну честно, да, то есть специально руки не доходили, то есть это уже было. Просто на сегодняшний день действительно такова тенденция, их стало этих партий больше, такова тенденция, то есть обострились взаимоотношения между центральной и местной властью в силу того, что центральная многим избирателям кажется не до конца компетентной, то есть раньше она была плохой в основном, а теперь еще и не совсем компетентной, да, складывается такая тенденция, и местная власть, которая ближе к людям и вроде бы более компетентна, да, соответственно, вот эта вот тенденция противостояния, которая с пандемией усугубилась, да, мэр Черкасс, мы все помним, сказала, я отменяю, карантин выходного дня, по-моему, во Львове пытались или отменили, то есть на фоне того, что и так противостояние, естественно, местные проекты, они как бы стали подниматься, возможно, в дальнейшем, в любом случае, процесс будет, сильные политические игроки, либо будут менять условия выборов, чтобы местные вообще не прошли, но это плохой вариант, либо пытаться как-то консолидировать, то есть я не исключаю постепенное вливание местных проектов, какие-то там глобальные попытки, хотя бы, вот такая ситуация, кстати, в этом смысле, могу сказать, в смысле этой тенденции, местная, центральная власть, пять депутатов Верховной Рады, которые были, все пять от Днепра, были выбраны в 2014 году, ну и в 2019 не переизбрались, на сегодняшний день баллотировались местные органы власти, то есть раньше этого было представить тяжело, во-первых, зачем, а в данном случае эта ситуация показывает, что, значит, у местных органов власти здесь больше решается, и местные органы власти могут быть хорошей площадкой для того, чтобы снова вырасти в общем украинском масштабе. Ну, на сегодняшний день депутат облсовета, мы знаем, Куличенко, и Денисенко, депутат горсовета Рачкова, Куличенко Иван не прошел горсовет, и по блоку Вилкула Безбах не прошел горсовет, то есть мы все пятеро пытались, это тенденция, знаете, что действительно акцент делается во многом на местные органы власти, то есть они начинают нечто решать, нечто играть очень серьезное в стране, больше, чем раньше, потому что, еще раз повторю, раньше депутат, даже бывший Верховной Рады, ну, для него было такое, ну, не очень перспективно идти в какой-то местный орган власти, а здесь такая тенденция все сразу, то есть это действительно не случайность. Ну, а загалом, тобто, от тихий, міськая рада Дніпра і областная рада Дніпро-Петербургской области, от наскільки вони є потужными? Я, скажімо, от вчора на сесії був на сесії обласної ради, на установчий, так, ну, це просто, я не знаю, стільки відомих людей в одному місці, от, ну, чи є вони дійсно потужными, і наскільки вони потужні у порівнянні з тим, що було до цього, адже, пройшла адміністративно-территоріальна реформа і ці ради, які утворились вони новоутвореними, вважаються, не переобраними, а новоутвореними. Момент первый, должен пройти вот этот тяжелий процес коалициады, который будет в облсеті, в горсеті, наверное, буде, как бы, предсказуемі в Дніпровском, а в облсеті это буде такая коалициада і спекериада, возможно, я не исключаю, но, как минимум, внутренняя борьба буде, должно все, так, так согласоваться, устаканяться і дальше, ну, люди все, ви, как сказали, известны, і опытны, то есть, соответственно, буде багато і все-таки рішатся в робочем порядке, піняв, що їх потрібно рішить. А по поводу точно чи ні, знаєте, було дуже швидше скажу, старія історія про ще советського, там, международний эксперт, який, по-моєму, всегда заканчивав программу словами, фрази «Время покажут». І вроді попросили «Что-нибудь поострей скажи, пожалуйста, ну, как-то вот каждый раз людям непонятно, что-нибудь предскажи». І він заканчив свою программу словами «Поживем-увидим». То есть, «Время покажет», «Поживем-увидим». Общая тенденция такова, що должно все, ну, то есть, должны все распределиться, скажем так, рассеяться по комитетам, по комиссиям і должен пройти вот этот установочный момент, вот такой он должен быть, ну, достаточно напряженным. А дальше будут работать, скажем так, возможно, в привыченном нам режиме, если не будет каких-то эксцессов, которые в прошлом обл-позапрошлой обл-ради были, когда один и в этой, то есть, один председатель, другой, но, тем не менее, там, работать, функционировать будут по-другому просто это левиафан, по-другому невозможно. Они вынуждены будут разобраться, договориться, каждый понять свой функционал и его выполнять. Это, на самом деле, или не от людей зависит, это зависит от вот этого государства, от левиафана. Такова система, по-другому, если кто-то будет этому противиться, он просто будет выкинут из процесса. Ну, от вы так трохи побежно сказали про те, что конфигурация в Минской Раде плюс-минус так будет сгерозумілою. Якою вона может быть? Ну, я думаю, для кого-нибудь секрет, что на самом деле для, насколько я понимаю, для формирования большинства достаточно двух крупных фракций, насколько я помню, это пропозиция и оппозиционная платформа за життя. Это, опять же, ну, соответственно, на местном, днепровском уровне таких идеологических, идеологическое соперничество уходит на второй план, и здесь определенная своя специфика, поэтому пропозиция открыта ко всем предложениям, она ничего не заявляла, что с кем-то мы не будем, поэтому пропозиция может собирать себе любых союзников. Оппозиционная платформа, вопрос решен. Для того, чтобы увеличить коалицию, могут быть там привлечены европейская солидарность. Да, возможно, я, опять же, не хочу, чтобы меня не обвинили в том, что я каким-то образом заранее говорю те вещи, которые не существуются, но вдруг европейская солидарность обидится. Но, в принципе, на местном уровне... в местных радах немало такого понятия как коалиции, да? Більшість, яка необхідна для принятия решений. більшість, да, это управа, то есть, в данном случае, мы по привычке называем коалицію, по закону такого. но в любом случае, да, в любом случае, это, ну, это необходимо, скажем так, для работы, для принятия решений, в любом случае, де юре имеем, большинство для принятия решений, там, де-факто, мы можем назвать ее коалицией, плюс, мы понимаем, что есть императивность, императивность, то есть, достаточно трудно будет депутатам каким-то образом идти, ну, то есть, вольнице такой вот, пришел, ушел, зашел, вышел, такой вольнице уже, так как так, не предусмотрено. Поэтому, в данном случае, в городском совете, при, скажем так, таком рейтинге мэра, ну, это факт, опять же, я не ругаю, не хвалю, не ругаю, то есть, при таком рейтинге мэра, и при том, что такая система уже отрабатывалась пять лет, то есть, это тот же мэр, в менее благоприятных для него условиях, то, мне кажется, что, если конфликты и будут, то они будут попозже, попозже, возможно, неизбежная внутривидовая борьба, да, внутри вот этого большинства, возможно, различные мнения, различные позиции, но на сегодняшний день, на установочном этапе, ну, я не вижу настолько возможности, настолько серьезной борьбы, как это будет в областном совете, в областном совете это либо выльется наружу, либо будет внутри, но тем не менее, там, на самом деле, как минимум, три, а то и четыре партии должны сформировать коалицию, ну, вот это вот большинство, причем, вы правильно сказали, депутатами от них прошли достаточно известные, опытные, амбициозные люди, то есть, когда нужно собрать двоих тяжело, троих тяжелее, то есть, от трех с великими амбициями, амбициями, да, неможливо, то есть, о чем с амбициями и с желанием, с одной стороны, сохранить лицо, идеологическое, то есть, не сотрудничать с тем, с кем нельзя, то есть, вот тоже тут такой момент, момент будет, с другой стороны, необходимость получить определенные полномочия в новой областной раде, поэтому здесь будет достаточно напряженно в свете последних событий с возможным, вероятным назначением нового главы обл. администрации, это практически факт, что будет, скажем так, будет определенный, не скажу, это конфликт, будет процесс формирования достаточно конфликтным, вот это большинство. То есть, диаметрально протилежна ситуация с 2015-м роком, когда в Минской Раде было 32 на 32, в обл. раде досить швидко домовились, вот сейчас, вот так, Андрей, у нас буквально полтора хвилини лишается, вот не могу не запитать, подсумовывая нашу разговор, вот все эти процессы в области, в области, в области, в области, в области, в области, чи могут они призвести, с решетой, до старковых парламентских выборов уже в наступном году? Знаете, разговоры очень долго шли о досрочных выборах прошлого парламента, реализовались, там буквально за полгода до реальных выборов. Оно ведь меньше, там, про месяц. Да, на сегодняшний день, ну, мы видим, что, несмотря на падение рейтинга партии власти, тем не менее, ни одна другая партия, как бы не заявляли ее лидеры, не получила, ну, такого вот четкого, четкого приоритета везде, да, соответственно, для того, чтобы качнуть ситуацию с распуском, необходимо будет каким-то образом в едином порыве выступать не только, допустим, оппозиционной платформе за житя ее лидером, да, я имею в виду общеукраинским, и каким-то образом это должно быть мнение людей. Хотя, в принципе, очень важно, мы всегда понимаем, для этого процесса Киев, то есть вы говорите о местных воронах власти, они могут быть, как сказать, немножко катализатором, но вот этот вот момент распуска, импульса, он должен все равно исходить из Киева, он всегда исходит из Киева, поэтому там должно произойти нечто, что и в политических кругах его можно, возможно, с протестными оциями, что этот процесс подтолкнет, а местные уже поддержат. Это очень важно, это очень важно, когда то же самое, что происходит в Киеве, начинает происходить, то есть когда президенту говорят со всех сторон, это не просто он в Киеве, предлагают, мы тоже за, у нас тут ничего не работает, давайте перевыборы, поэтому в данном случае местные органы власти, это скорее не импульс, который из Киева, это скорее, ну такой уже, они обеспечивают цепную реакцию, если это будет. Андрей, на жаль, уже часом не улучшается, я вам дякую за эту rozmову, нагадаю, сегодня мы спілкувались с политическим экспертом Андреем Клячином. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! КОНЕЦ